Всем привет, мои дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы будем готовить вместе с вами прекрасную начинку для наполнения ваших зимних новогодних тортов, трайфлов или капкейков. Ее с легкостью можно подать к чаю с блинчиками или оладьями и она поможет создать вам праздничное новогоднее настроение. Начинка называется вишневый глинтвейн и готовится при этом из простых, очень доступных продуктов. Добро пожаловать ко мне на кухню! Для приготовления нашей вкуснейшей новогодней зимней начинки нам понадобится ковшик с толстым дном. Я туда натерла цедру половинки апельсина и добавляю вишню, очищенную от косточек. Вишня нам понадобится 320 граммов. Всыпаем в ковшик 17 граммов кукурузного крахмала. 75 граммов сахара. Добавляем специи. Это новогодняя смесь специй. Она прям бывает рождественская, новогодняя. Продается такая вот смесь специй. Если у вас такой нет, вы можете использовать в разных пропорциях свою любимую специю. Корицу, имбирь, мускатный орех, гвоздику. У меня здесь по щепотке мускатного ореха, гвоздики. По 3 чайной ложечки имбиря и корицы. Добавляю специи сюда же и вливаю 10 граммов амаретто. Перемешаю. Надо тщательно перемешать, чтобы крахмал полностью растворился и не было комочков. Вливаю 50 миллилитров воды. Еще раз перемешиваю. И отправляюсь на плиту. Доведу вишню до кипения. После закипания проварю 1 минутку и сниму с огня. Вишня закусеет. И станет в такой вот прозрачной. Очень красивой. И такой аромат умопомрачительный по кухне. Просто невероятно. Такую начинку даже можно приготовить просто к блинчикам. На завтраке уже создать себе новогоднее, такое зимнее настроение. Сюрприз. Лучше его не получать. Такой сюрприз. Чтоб зубы целые были. Ну вот. Начинает начинка моя уже кипеть. Провариваем минутку. Обязательно, чтобы весь крахмал заварился. Иначе начинка впоследствии может разжидеться. Она по всей своей массе должна стать такая вот полупрозрачная. Это будет говорить о том, что крахмал хорошо заварился. И проварила. И снимаю с плиты. Начинку можно сразу же переложить в кондитерский мешок. И отправить ее остужаться на балкон в холодное время года. Или же оставить при комнатной температуре. Или можно перелить ее в другую емкость. Накрыть пленочкой в контакт. Чтобы она не заветривалась и не получалась сверху такая пленочка. И оставить до полного остывания. И потом эту начинку можно использовать для приготовления капкейков. Для наполнения тортов. Можно подавать к блинчикам. Или же приготовить прекрасные вкуснейшие трайфлы. Я буду готовить этой начинкой шоколадно-вишневые пряные трайфлы. Продолжение следует... Продолжение следует...